Дмитрий Пуганов, 27 лет, новостной редактор ТВАН Радио, проведет вечер пятницы на дежурстве вместе с народными дружинниками Новочепоксарска. Это повод разобраться, есть ли патриотизм современной молодежи. Пятница, вечер, дождь. Дружинники у меня ассоциируются только с ролью того самого Моргунова. Это, наверное, вот эта самая повязка. У меня сразу в голове, в глазах повязка красная, ответственность какая-то. Мне ее нацепили. Я такой, сначала на самом деле я не подумал, ну, нацепили, нацепили. Бывают какие-то волонтерские организации, либо в школе тоже было, вешали номера, например. Но потом нужно же было еще следить за ней, чтобы она не спадала. И с каждым разом, когда я ее поправлял, я все больше думал, блин, какой же я крутой в этой повязке. Равняйсь. Смирно. Приказ заступительного охраны общественного порядка на территории города Новочепоксарска. При обращении с гражданами следует тактичность и вежливость, законность. Скорость автопатрулиния не более 40 км в час. Направо. Постам маршрутом, шагом марш. Попали мы в автопатруль сначала. Я сразу начал расспрашивать. Сначала то у дружинника, то у постовых, то опять у него. Как-то я даже не мог сосредоточиться, у кого мне интереснее узнать, как это все происходит. Есть маршрут. И получается там, например, 10 точек, куда нужно зайти в какие-то кафе. Или как это происходит? У нас на маршруте, получается, который мы обслуживаем непосредственно эти 12 часов, имеются ночные круглосуточные петельные заведения. У каждого на маршруте где-то по 3-4. То есть, получается, сколько автопатрулей, скорость пешек по посту. У каждого по посту, где-то вот. Если у пешек по посту по 2, где-то 3, то у автопатрулей по 3-4 бывает. Все, за всеми этими петельными заведениями, непосредственно, мы наблюдаем, следим, чтобы там не нарушали. Общийся в порядок, граждане вели себя спокойно. Едем в кафе. Там мы, значит, проверяем людей, которые находятся у нас, возможно, в розыске, у кого имеется административный надзор. Также проверяем, чтобы там не совершались какие-либо преступления, правонарушения. Я зашел, и у меня сразу разочарование небольшое. Типа, вот, мы пришли, и ничего. Я сразу думал, что это будет, а мы пришли, и ничего нет. Удивительно, да, пусто, Новый Чебоксарск, вечер, пятница, и никого нет. Вы же не постановили это. Но, на самом деле, нет, судя по скучающему лицу человека, который там работал, женщина, я так понял, что это нормально. У нас очень много совершается бесконтактных краж с банковских карт. Вот, повесите, пожалуйста, это на видное место, чтобы граждане, которые к вам приходят непосредственно, видят вас, читают брошюру. Вполне возможно, мошенникам не будут переводить эти деньги. Звоните 02 или вызывайте, у вас есть частная охрана, правильно? Все. Телефон с собой, кнопка с собой, правильно? Конечно. Все, я вас понял. Все, мы вышли, поехали в другое место, и там уже было больше людей. Там мне, разумеется, понравилось чуточку больше, чтобы было повеселее. Здравствуйте. Здравствуйте. О, камера. Если у вас звонит и представляет якобы представитель банка, да, и просит вас назвать номер, карты, либо другие анкетные данные, банку это ни к чему. В вашем банке все эти данные уже известны. Также, либо, может быть, знакомая, да, в соцсетях попросит, переведи мне, пожалуйста, 200 рублей, потом я тебе переведу. Не звони мне. Поговорите этой подруге. Что меня удивило, я не знаю, почему это, ну, часто это такое происходит или нет, они ему рассказывали, как не стать жертвой мошенников. И в этот момент, когда он рассказывал об этом, рядом сидел еще один мужчина, слегка навеселе. Он смотрит на мою повязку, ко мне обращается, говорит, а что, дружинника, восстановили? Ну, да, я первый раз пришел, да, восстановили бы, работаем бы. Вот, начал что-то еще раз спрашивать, я говорю, там, про казаков какие-то рассказывать, ну, как это обычно бывает. И в этот момент патрульный договорил свою речь и заметил, что этот нетрезвый субъект дергает меня за рукав и что-то мне говорит. Ну, ничего, все в порядке. Здравствуйте, на полицейский документ есть у вас? Назовите ваши, пожалуйста, анкетные данные, мы проверим, русские вы находитесь или нет. Ну, понятно? То есть ты называешь имя, фамилию, отчество, дату рождения, они вбивают у тебя в базе и выходит вся информация по этому человеку с несколькими фотографиями и все правонарушения, которые у тебя есть. И 21 век цифровизация дошла до того, что можно просто взять и проверить человека очень быстро на месте. Значит, мы охраняем общественный порядок обеспечения общественной безопасности, наша задача непосредственно. Притекаем мы преступления, административные тушения на маршруты популирования. Лиц выявляем, которые находятся в Розыске, да, вот как уже ездили. И оказываем содействие следственным оперативным подразделениям полиции на месте происшествия. Я попал в пеший патруль номер 61. Не знаю, весь ли 61 патруль в день выходит. Возможно, их выходит три, а он просто называет себя первым. Но сам факт того, что если номера есть, скорее всего, и патрулей довольно-таки много. Дружинник, как правило, ходит по одному. Но меня взяли вторым. Я так понял, дружинники вообще выполняют роль просто надзорного органа. Ходят, смотрят, чтобы полицейские корректно общались. Ну и в случае чего засвидетельствовать какие-то моменты. Поступил вызов. Говорят, вот в том-то, в том-то доме. И это буквально было вот в паре минут ходьбы. Здравствуйте, откройте, пожалуйста, общую дверь. Нам бы в подъезд попасть. Спасибо большое. И я сам жил в общежитии в Чебоксарах. У нас были они такие, конечно же, не новые. Ну и не сказать, что там все было плохо. И как-то старые, некрасивые, страшно. Но когда я зашел в это общежитие, это прям что-то с чем-то. Здравствуйте. Что у вас? Сын. Сын, родной? Да, родной. Но я им дал денежку, чтобы его купили. Он ушел купать. До сих пор купать. А вы ему звонили? Да, звонила. Купается. Он сам забрал? Он сам меня украл. Это когда было? Когда был украл? Это было три дня назад. И в конце, когда это все закончилось, мы вышли с ней на улицу, вызвали опять же автопатруль, дождались, посадили женщину туда, и они уже поехали в отделение писать заявление. Приняла слово. Так, сейчас, получается, мы получили адрес. Как говорит заявитель, у него стандарт в соседе. Да, да, да. Принял. Соседка ругала другую соседку, что та у нее что-то якобы украла. Одна женщина, которая вызвала полицию, она с двумя детьми, муж у нее в местах не столь отдаленных. И я так понял, что до этого она действительно у соседки своей что-то украла, потому что она ей кричала, я все выплатила. И дети ее, у нее две девочки, ну, одной лет семь, другой, может быть, лет десять, ну, такие небольшие, может, младше. И девочка говорит, да, мама уже, тетя там, Галя, Валя, Таня, уже все отдала, все деньги наши отдала. И она так искренне об этом говорит, то есть не с сожалением, что у нас теперь ничего нету, но ты смотришь и понимаешь, что это очень печальная ситуация. Таких детей и таких моментов, я думаю, очень много у нас в стране в целом, не только в нашем городе, в нашей республике, но и вообще. И это очень довольно-таки грустно. Ну, я так понял, что заявление поступило, а что с ним будет дальше, неизвестно. Я уже не расспрашивал, как это происходило, потому что я начал, опять же, общаться с дружинником Никитой, который уже семь месяцев работает дружинником. Им за это доплачивают, как я узнал, за каждую смену. Ходит в патруль Никиты где-то два-три раза в месяц. Я так понял, что он вполне доволен, потому что столько времени, он не перестает этим заниматься. А нездоровый человек, либо, возможно, кому-то помощь нужна, там, может, как ты к этому вообще относишься, как ты на это решился? Ну, особо страшного ничего не было, не видел. То есть у тебя не было мыслей таких, что вот, сейчас что-то может произойти? Нет, все спокойно. Не проводить время зря. То есть сидя за компьютером где-то, или, может быть, будучи тем, кого патрульные иногда могут поймать, назовем это так, просто занять время. Когда у нас было построение, там были молодые, ну, вот, Никита 18 лет, и уже взрослые дяди-тети, даже, я бы сказал, старшего возраста, пожилые, возможно. Я думаю, что старший человек, он именно из каких-то патриотических чувств, возможно, идет, чтобы следить, как это все хорошо, чтобы все было дело по делу. А молодой, вот, не знаю, насколько у молодых, в принципе, развитое чувство патриотизма. Тем более, сейчас у нас военный патриотизм почему-то. То есть, в моем понимании, патриотизм – это любовь к родине, это не только военные какие-то моменты, армия или выставки вот эти военные, которые у нас часто проводятся, или скверы. А просто любовь к своей малой земле, малой родине, к культуре, языку, национальной кухне, каким-то достопримечательностям, старикам через дорогу буквально банально перевезти. И вот это, появляются все вот эти моменты, это же тоже, мне кажется, в какой-то мере патриотизм. Помочь старшему поколению убрать мусор, который лежит на тротуаре, например. Когда я попал в новостную службу, я волей-неволей начал много времени проводить в этой кухне, скажем так, политической, возможно, возможно, общественные, когда что-то открывается, какие-то школы, детские сады, ремонты делают, либо социальные центры, просто поддержка малоимущих. Я об этом всем говорю, и я понимаю, насколько же много делается в нашей республике в общественном плане. То есть, когда ты этого всего не касаешься, ты ходишь и говоришь, вот тротуар там не починен, вот там здесь скамейка сломанная. А когда ты во всем этом варишься, ты понимаешь, что скамеек делаются там 100 штук, 200-300 штук, но в республике их 20 тысяч, например. И, соответственно, если тебе не хватает финансирования, а это нормально, да, что не хватает на все и сразу, то есть делается по мере возможности. И когда я об этом рассказываю, я думаю, что и люди, которые это слушают, они тоже понимают, что это не все так и просто. Это с дивана дома можно говорить, вот, это плохо, это надо сделать по-другому. А когда ты сам это делаешь, ты понимаешь, что это все не так просто, и это все гораздо, гораздо, гораздо больше, объемнее, и в комплексе надо это все рассматривать. Редактор субтитров А.Семкин